Сегодня мы поговорим про сетевой стэк. Меня зовут Дмитрий Самсонов, я работаю в компании Одноклассники, ведущим системным администратором. И сети я люблю, я работал и сетевым администратором на заре своей карьеры. Но сейчас меня больше интересует, как сети работают в операционных системах, конкретно в линуксе. Значит, о чем мы сегодня поговорим? Поговорим про модель оси, поговорим про сетевые карты, про сетевой стэк в линуксе, про TCP и некоторые высокоуровневые протоколы. Итак, начнем с модели оси. Я ее не люблю. Если в гугле попробовать набрать что-нибудь про модель оси, выкидывает огромное количество всяких объяснений, схемок и прочих, которые, скажем так, не очень понятны и мало дают представления о том, как вообще это все работает. Поэтому я попробовал с другой стороны зайти, представить модель оси с точки зрения IP-пакета. Значит, слева у нас по цифрам номера лейеров, уровней. Справа, соответственно, IP-пакет и лесенкой мы видим, что на каждом из уровней к этому пакету, то есть к нашим данным, которые мы хотим отправить, добавляются какие-то заголовки, какие-то дополнительные данные. Ну и, соответственно, на седьмом уровне можно это представить как непосредственно те данные, которые мы отправляем, и если это вот какой-то, например, HTTP соединение через VPN-туннель, то к нему потом добавляются всякие там туннельные заголовки, source destination port, IP-адреса, MAC-адреса и так далее. И на выходе, на самом нижнем уровне, когда пакет уже отправляется в сетевую карту, все эти заголовки в нем уже есть, и они используются. Теперь давайте по порядку пройдем по всем этим уровням и посмотрим, какие там есть протоколы и что там происходит. Значит, на седьмом уровне всем знакомы протоколы, HTTP, FTP, SMTP, то, с чем мы сталкиваемся каждый день или какой-нибудь ваш протокол, если вы его сделаете. На шестом уровне еще какая-то непонятная хрень, и на пятом еще какая-то непонятная хрень, например, VPN или там проксики через SOX. Все это не очень интересно, гораздо интереснее видеть картинку целиком. И, например, в качестве альтернативы модели оси существует так называемый интернет-протокол SUIT. Интернет-протокол SUIT это, ну, в какой-то степени аналог модели оси, и в нем пятый, шестой, седьмой уровни они не разделяются, они идут целиком как один application layer. И то же самое происходит с первыми двумя уровнями, data link и physical, они тоже объединены в один network access layer. Почему это так? Потому что есть очень мало протоколов, которые можно действительно строго определить на какой-нибудь один уровень модели оси. Например, есть всем известный SSL, он же TLS. Так вот, TLS нельзя отнести к какому-то одному уровню. Он одновременно относится и к шестому, и к седьмому, и к какому-то из четвертых или ниже уровней. Именно поэтому модель оси, она, в принципе, рассматривается как такое некое теоретическое понятие, которое нужно иметь в виду, но в жизни она практически не встречается. Идем дальше. Четвертый уровень. На четвертом уровне есть такие протоколы, как DNS и SNMP, и чаще всего этот протокол выглядит как один пакет запроса, один пакет ответ. Все очень просто. А в случае, например, с протоколом Syslog, там даже нету никакого ответа, то есть просто мы данные в одну сторону постоянно посылаем, дойдут они, не дойдут мы не знаем, запишется или нет, не знаем. Наше дело отправить, а дальше будет, что будет. На следующем, значит, уровне... Нет, это тот же самый уровень. Мы поговорили про ODP, также есть, конечно же, и TCP. TCP-шные протоколы всем хорошо известны. Как работает TCP, в принципе, тоже все, наверное, представляют. Пакет начинается он с установки соединения, когда мы отправляем пакет, потом получаем подтверждение, отсылаем, что мы получили подтверждение, и таким образом обе стороны точно знают, что соединение установлено. При отсылке данных тоже на каждый отосланный пакет мы получаем подтверждение, что эти данные были получены. Основные отличия ODP и TCP протокола, значит, TCP гарантирует нам доставку данных. Порядок пакетов в ODP может быть не тот, в котором вы их отправили, в TCP он всегда выстраивается именно в ту последовательность, в которой они были отправлены. В TCP есть огромное количество дополнительных механизмов, о них потом поговорим еще попозже, и объем данных, если вы делаете ODP протокол, то вы сами должны нарезать свои данные на определенные кусочки. В случае с TCP вы можете сказать, что вот у меня на диске лежит там фильм на 50 гигабайт, отправь его на тот IP-адрес и все, остальное в принципе вас не интересует, с ODP такого не получится. Третий уровень. На третьем уровне обитает наш IP-адрес, обитает протокол IPsec и ICMP. ICMP это всем известный пинг. Также на третьем уровне, поскольку здесь у нас появляется понятие IP-адрес, появляется маршрутизация. Тот, в общем-то, механизм, за счет которого функционирует весь интернет. Давайте посмотрим, как работает маршрутизация. Вот у нас простая сеть, слева какие-то компьютеры, справа какие-то компьютеры, между ними есть два шлюза, рутера и у них есть какие-то IP-адреса. Для начала разберемся, что нам нужно, чтобы два компьютера могли между собой общаться, находясь вот в одной сети. Значит, у них у обоих есть какие-то руты, какие-то маршруты. Здесь мы видим, что они абсолютно одинаковые, ничем не отличаются. Давайте разберемся, что же здесь в этой таблице маршрутов, в принципе, прописаны. Значит, в первой колонке destination, в третьей маска. Они определяют маску, то есть они определяют IP-сеть, которую обслуживает этот маршрут. То есть вот вторая строчка, допустим, говорит, что все IP-адреса в сети 172.16.1.0 до 172.16.1.255, они доступны через интерфейс ETH0. При этом gateway здесь не указан, потому что этот роут, он соответствует тому IP-адресу, который прописан на этой машине. Значит, если IP-шник прописан на сервере, то все IP-адреса этой сети, они доступны ему непосредственно без участия всяких рутеров, маршрутизаторов. Еще две колонки, они, собственно, говорят, где же искать эти IP-адреса. Здесь видно отличие. Значит, первый маршрут, он говорит нам идти на какой-то конкретный IP-адрес, а второй IP-адреса не содержит, поэтому все идет прямо на интерфейс. Значит, в данном случае на сервере прописан IP-шник, соответственно, эти IP-адреса доступны прямо с интерфейса, а все остальное, оно пойдет по второму маршруту, у него destination 0, mask тоже нулевая, то есть это вообще все IP-адреса, которые только могут быть. Соответственно, если на один не матчится маршрут, тогда идет на тот, который более обширный. Да, значит, мы хотим, чтобы наши сервера могли общаться друг с другом, и этому как раз вот способствует второй маршрут. это default gateway, это я вам уже сказал. Значит, они хотят общаться друг с другом, у них есть одинаковые маршруты, они и тот и другой знают, что они могут друг до друга достучаться непосредственно через интерфейс, то есть пакет вылетает прямо в интерфейс, и он не отправляется на MAC-адрес какого-нибудь рутера, ну, про MAC-адреса мы чуть попозже поговорим. То есть здесь самое главное нам понять, что те IP-адреса, которые на сервере прописаны, они обеспечивают нам доступ ко всем остальным IP-адресам этой сети. По умолчанию, значит, все эти сервера, если им недоступны локальные какие-то машины, если мы на какую-то удаленную машину хотим соединиться, то они пойдут через маршрут по умолчанию. Что же делать, если нам нужно связаться с другим IP-адресом вот в этой вот небольшой сети? Можем ли мы это сделать? Давайте проверим. Значит, на компьютере из правой сети мы хотим достучаться до того, который в левой, из сети 172.16.2. И сперва этот компьютер попадет на свой роутер. На этом роутере, значит, вот такая таблица, и здесь нам нужно найти, можем ли бы достучаться до этого 172.16.2. Здесь мы не видим такой сети, то есть рутер про нее ничего не знает, поэтому он пойдет по дефолтному маршруту. По дефолтному маршруту он попадет на следующий рутер, рутер А. Что здесь написано? Значит, мы ищем опять же 172.16.2. Есть ли тут такой маршрут? Есть. И здесь написано, что он доступен прямо по этому интерфейсу. Соответственно, с этого роутера мы уже можем достучаться до этой сети. Соединение произошло, все хорошо. Что делать, если мы хотим в обратную сторону соединиться? Можем ли мы это сделать? Как вы думаете? Вот один человек кивает. Кто еще думает, что можем? Два человека. Три человека. Так. Остальные, значит, считают пять человек. Шесть. У нас прямо аукцион. По очереди руки поднимаются. А тут все есть. Хорошо, давайте проверим, можем ли мы в обратную сторону также легко достучаться. Значит, у нас есть сервер с таким IP-адресом, и нам нужно по этим маршрутам, по таблицам маршрутизации добраться до сети 172.16.1. Пакет попадает от этого сервера на этот гейт. Значит, роутер А. У него такая таблица. Здесь есть сетка 172.16.1? Нету. Значит, мы пойдем на дефолт гейт. А дефолт гейт нас ведет сюда. Соответственно, этот пакет никогда не попадет на эти сервера. Он всегда пойдет мимо этого роутера B, до которого нам нужно достучаться. Что же делать, чтобы это стало возможным? Для этого нам не хватает одного маршрута. Этот маршрут говорит о том, что вот эта вот сеть, которая нам нужна, этот 172.16.1, он находится за роутером с IP-адресом 172.16.3.2. То есть вот этот B-роутер, вот у него IP-адрес. И когда пакет попадает отсюда на роутер А, в таблице находят нужный роут и отправляется на роутер B, то есть сюда. А здесь уже есть Connected Road, то есть на интерфейсе IP-адрес. И, соответственно, все эти IP-адреса доступны. Таким образом мы попали. Вот это вот добавление этих маршрутов, это статическая маршрутизация. Когда у нас есть какое-то энное количество роутеров, и нам нужно каждому объяснить, как одному IP-адресу попасть к другому IP-адресу. Если маршрут какой-то не по умолчанию, допустим. Но статическая маршрутизация, она, конечно, не очень удобна. Если у вас там десяток роутеров, и постоянно меняются там IP-адреса, где-то добавляется сеть, где-то она пропадает, то это очень много ручной работы. Поэтому появилась динамическая маршрутизация. Я расскажу о двух протоколах, которые чаще всего встречаются. Значит, во-первых, это ОСПФ. ОСПФ – это протокол, который встречается в локальных сетях. В глобальной сети интернет он не используется. И работает он следующим образом. Он смотрит, какие у нас есть IP-адреса на всех интерфейсах, и всю эту информацию отправляет по всем линкам, которые у него есть. Соответственно, с этой стороны то же самое. Он смотрит все свои IP-адреса и рассылает их во все стороны. Таким образом, этот рутер получает информацию о том, какие есть IP-шники там, а этот рутер получает информацию о том, какие IP-шники есть здесь. И в результате работы этого протокола, так же само в нашей таблице маршрутизации, появляются вот эти вот маршруты, которые говорят, куда нам нужно идти, чтобы достучаться до какого-то IP-адреса. Второй протокол динамической маршрутизации, о котором я расскажу, это БГП. БГП это протокол, который используется для работы интернета. В отличие от ОСПФ, он рассылает информацию не по всем линкам, которые у него есть, физическим линкам, а на конкретные IP-адреса. То есть есть провайдер 1, есть провайдер 2, они между собой устанавливают соединения и сообщают друг другу о тех IP-адресах, и в том числе о тех маршрутах, которые у них есть. Соответственно, когда эта информация, она уже не такая простая, как, допустим, это было в ОСПФе, где мы просто говорим, где какие IP-адреса. Здесь также передается информация о том, с какого IS-намбера, вот эти вот циферки, то, что вы видите кругом, это уникальный идентификатор каждого провайдера. И каждый провайдер говорит, что вот на моем номере, на моем IS-намбер, есть такие-то роуты. Когда роутер пытается выяснить, куда ему нужно отправить пакет, то он смотрит не только на эти роуты, он смотрит еще и на то, как далеко вообще находится этот роут. То есть если мы, допустим, получили, ну, допустим, вот этот роутер, получили информацию о вот этой вот сети, он ее может получить отсюда, отсюда и откуда еще, и отсюда. И маршрут получится разный. Здесь, допустим, через двух провайдеров нужно пройти, здесь через трех провайдеров. И вот эта вот длина, количество провайдеров, грубо говоря, это называется IS-ПЭС, это наша, в общем-то, решающая роль, которая позволяет нам определить, в какую собственную сторону нам быстрее добраться до этого маршрута. В двух словах это работает так. На самом деле БГП такой достаточно большой протокол, он используется для разных целей, не только для интернета, в том числе в локальной сети он используется. И там есть огромное количество всяких фишек, которые позволяют вам буквально создавать трафик. То есть в английском так и называется мастеринг трафик. То есть вы можете оперировать, в какую сторону пойдут ваши клиенты, там по одному каналу или по другому, через одного провайдера или через третьего. Ну что ж, поехали дальше. Плюсы и минусы статической маршрутизации и динамической, я думаю, вам плюс-минус стали понятны. Если нет, то это можно сравнить с оффлайновой и онлайн-навигацией. Если вы едете по оффлайн-навигации, которая не обновляется через интернет, то вы не знаете, где сейчас пробки, не знаете, где сейчас ремонт, ничего не знаете. Динамическая маршрутизация, кроме того, что она позволяет вам руками не конфигурировать все маршруты, она также следит за состоянием, в общем-то, этих маршрутов. То есть если какой-то провайдер, допустим, потерялся, если до него нет доступа, то вы об этом сразу узнаете и маршруты будут перестроены через другого провайдера. Следующий уровень, второй. На этом уровне самое интересное – это ARP, агрегация и вланы. Давайте поговорим об этом подробнее. Что такое ARP? Когда ваш компьютер хочет соединиться с каким-то IP-адресом, и он определил роут, через который ему нужно пойти, то для того, чтобы на самом деле этот пакет дошел от вашего компьютера к этому гейтвею, допустим, нужно определить, какой у него MAC-адрес, потому что все движение пакетов по вашей сети, по локальной, по вашим свитчам, оно происходит с помощью второго уровня и с помощью MAC-адресов. Как это происходит? Допустим, ваш сервер, вот этот вот, хочет пойти на IP-адрес, допустим, на гейтвей, у которого вот такой вот IP-адрес. Что он для этого делает? Он для этого посылает ARP-запрос, и этот ARP-запрос отправляется ко всем серверам без исключения, которые находятся в вашей локальной сети. ответ мы получим только от одного из них, от того, у которого этот IP-адрес на самом деле прописан. Значит, он прописан вот на этом сервере, и он отвечает на этот запрос и говорит, что этот IP-адрес находится вот на таком-то MAC-адресе. Мы его получаем к себе и дальше отправляем пакеты уже не на IP-адрес, потому что уровень, на котором происходит реальное движение пакетов, оно находится несколько глубже. И мы отправляем этот пакет на MAC-адрес. При этом, заметьте, что если у вас, допустим, IP-адрес, на который вы хотите соединиться, там какой-нибудь гугловый DNS, 8-8-8-8, но при этом пакет должен отправиться к гейтвею. Что происходит на самом деле? На самом деле, в вашем пакете так и записано, что надо идти на 8-8-8, и каждый рутер, который получит этот пакет, он именно туда и будет его пытаться доставить. Но реальная пересылка пакета будет происходить по MAC-адресам. При этом, сам пакет остается нетронутым. Поехали дальше. ВЛАНы. Кто знает, что такое ВЛАНы? Отлично. ВЛАНы – это как ЛАН, только виртуальный. Поэтому ВЛАН. Представьте, что у вас есть какой-то офис, или там два офиса, и эти два офиса соединены одним свечом. При этом, в этих офисах сидят разные компании, и вы не хотите, чтобы трафик можно было прослушать, чтобы одна компания могла прослушать трафик другой компании. Чтобы этого избежать, и не покупать дополнительный свитч, или не перестраивать сеть, можно использовать ВЛАНы. С помощью этой технологии вы буквально говорите свитчу, что вот эта часть портов – это одна локальная сеть, а другая часть портов – это другая локальная сеть. И здесь, в общем-то, это мы и видим. Причем технология позволяет использовать эти метки этой локальной сети одновременно на разных свитчах, и таким образом мы можем вот эту локальную сеть из восьми портов, из скольких-то портов, соединить с такими же самыми портами в другом свитче. Вот здесь вот цветами показано, что вот здесь вот есть свитчек, мы сказали, что этот порт – это ВЛАН-20, а на этом свитчике мы сказали, что вот эти три порта – это ВЛАН-20. И они смогут друг с другом общаться, а все остальные при этом с ними общаться не смогут. Едем дальше. Бондинг. Он же агрегация, он же LACP. У некоторых производителей почему-то есть желание все это называть по-разному. В Линуксе это называется бонд. Либо есть другой драйвер, но ладно, это не так важно. Значит, бонд может функционировать в разных режимах, но два самые, в общем-то, популярные, самые полезные – это лот-балансинг, в котором вы, допустим, у вас есть сервер, в сервере есть сетевая карта, допустим, на гигабит, и в какой-то момент у вас трафик на сервере вырос, и одного гигабита вам недостаточно. При этом сам сервер еще вполне справляется, он может потянуть и большее количество нагрузки. Что делать? Вы можете либо купить 10-гигабитную карточку, купить 10-гигабитный свитч, и загрязить вашу сетку, но это будет дорого. Есть другой вариант. Вы подключаете еще одну гигабитную карточку, втыкаете еще один патч в тот же самый свитч, и настраиваете бондинг. И у вас уже 2 гигабита. Альтернативный вариант, если вам не нужно увеличивать пропускную способность, но при этом вы хотите, чтобы работа вашего сервера не зависела от работоспособности свитча. Если свитч вылетит, ничего не работает. Этого можно избежать. Вы ставите два свитча, соединяете сервер с каждым из них, и настраиваете фейловер. Одновременно будет работать только один линк, то есть вы потеряете на том, что у вас не используется часть пропускной способности, вы потеряете один порт на свитче, вы не сможете его использовать никак по-другому, то есть он будет простаивать. Но зато, если со свитчом что-то произойдет, сервер продолжает работать, наша высокая доступность. Можно и так и так? Можно. Но для того, чтобы это было возможно, нужны специальные свитчи, которые называются стэки. Это два свитча, которые объединены дополнительным соединением, и они умеют обмениваться информацией друг с другом о том, как они должны работать. И в частности, в случае, если мы делаем load balancing, то там, да, есть один порт на одном свитче, один порт на другом свитче, но мы говорим, что это все один бонд. Но, опять же, это не на любом свитче такое можно настроить. Давайте посмотрим, что происходит, когда вы открываете в браузере страничку ok.ru, чтобы как-то все это вместе теперь собрать. Значит, в первую очередь происходит resolve запроса. С помощью протокола DNS наш домен ok.ru превращается в IP-адрес. Дальше мы по своей таблице маршрутизации, которая на вашем ноутбуке или там телефоне, проверяем, доступен ли нам этот IP-адрес в локальной сети. Оказывается, что недоступен, поэтому мы идем на default gate, на маршрут шлюз по умолчанию. Дальше, чтобы добраться до этого шлюза, мы с помощью протокола ARP узнаем, какой у него MAC-адрес и после этого отправляем наш пакет, наш запрос на этот MAC-адрес. Эти два шага, второй и третий, они происходят на каждом рутере, пока ваш пакет не доберется до нашего сервера, на который обслуживает этот домен, который обслуживает эту веб-страницу. То есть на каждом рутере он будет смотреть свою таблицу маршрутизации, проверять, есть у него этот IP-адрес, доступен он в локальной сети или нет. Если нет, тогда отправлять на следующий по своему маршруту по умолчанию и опять же узнавать, какой у него там MAC-адрес. И так по цепочке, по цепочке, пока он не доберется до непосредственно нашего сервера. Что происходит на клиенте, то есть на сервере в данном случае? Сервер в общем-то делает все то же самое, за исключением резолвинга. Он знает, с какого IP-адреса пришел запрос. И для того, чтобы его ответить, опять же проверяет маршруты, находит MAC-адрес и отправляет пакет. С моделью ОСИ закончили. Поговорим теперь про сетевые карты. Сетевые карты, как ни странно, умеют очень много всего. Не просто отправлять пакеты. У них есть большое программное обеспечение собственное, которое умеет много чего обсчитывать и так далее. В частности, в Linux большая часть этих настроек, не все, но большая часть, включается и настраивается, и просматривается с помощью команды THTool, у которой есть очень много всяких параметров. Здесь только часть из них, которые самые важные, самые интересные. В двух словах скажу о некоторых из них. Самые первые в списке у флот. Как я уже сказал, сетевые карты сами по себе умеют много чего делать. Причем делают они это достаточно эффективно. И настолько эффективно, что можно часть работы с центрального процессора вашего сервера передать на процессор сетевой карты. И ему это будет несложно. То есть мы реально разгружаем центральный процессор и у нас все продолжает работать. Их там много очень разных, этих оффлотов. Ну, может быть, не знаю, даже какой тут понятный будет, кто знает, допустим, что такое фрагментация пакетов. Вот, один человек, два, три. В общем, кое-кто знает. Вот фрагментация пакетов, это что такое? Это значит, вам пришло два куска одного пакета, потому что он где-то не пролез. Вам нужно их склеить. Естественно, процессору нужно поработать, чтобы понять, как их там правильно склеить. Так вот, он может этим не заниматься, это сделает сетевая карточка за него, и процессор уже получит готовый пакет, склеенный из двух. Дальше. Что тут еще интересного? Различные буферы, в частности, самый важный, это вот ринг-буфер, настройка количества очередей, это очень важно становится, когда у вас больше одного ядра в процессоре, или больше одного процессора. Таким образом, включив несколько очередей, вы можете распараллелить обработку этих пакетов, которые приходят, на все ваши ядра процессора. Очень часто в интернете можно видеть в каких-нибудь форумах вопросы, на 100% занято одно ядро процессора, остальные ничего не делают, почему так? Ну вот чаще всего оказывается, потому что не включены эти очереди, есть одна очередь, все пакеты приходят на одно ядро, и особо ничего с этим не сделаешь. Что еще? Еще, как ни странно, есть сетевые карты, на которых есть модули, которые могут меняться. То есть, допустим, оптический 10-гигабитный линк или по витой паре 10 гигабит. Так вот этот модуль, который меняется, у него тоже есть свои настройки, причем их достаточно много. и настраиваются они с помощью параметра минус n. Ну, думаю, что тут дальше задерживаться не будем, остальные достаточно сложные, там такие довольно объемные темы про каждый рассказывать. Но самое главное, что вам нужно знать, что это настраивается с помощью этой команды, можно посмотреть manual, почитать, какие там есть вещи интересные. Едем дальше. Дальше поговорим уже непосредственно про сетевой стек линукс. Сетевой стек линукс это очень большая и сложная программа, которая состоит из множества различных компонентов. и то, что вы видите на экране, это схема всех вызовов и структур данных и всего остального, что относится к сетевому стеку. Ядра версии 2.6.20, которая вышла в 2007 году. Сегодня несколько сложнее все, но тем не менее представление, я думаю, вы получили. что же умеет сетевой стек? Я поставил на сервер одно из самых последних ядер 4.12 и посмотрел, какие есть настройки в СИС-ЦТЛ для сетевого стека. У меня получилось почти 400 различных параметров и прямо скажем, нужно очень много времени, годы, для того, чтобы понять, что из этого нужно, что из этого не нужно и для чего это вообще нужно. Но мы попробуем разобраться с некоторыми из них. И для начала поговорим о том, как обрабатываются пакеты в сетевом стеке. Сетевой стек можно представить вот так. Слева у нас слои, которые проходят пакет при получении, справа при отправке. В принципе, они практически идентичны. Здесь есть сетевая карта, есть ядро, есть сокет, которому соответствует соединение какое-то и ваше приложение. Главное отличие тут в самом центре и отличие очень большое в этой части пакет обрабатывается кардинально по-разному, не имеют никакого отношения друг к другу. Причем при получении в некоторых случаях этот шаг вообще отсутствует. То есть пакет из-за сетевой карты попадает сразу в сокет и ваше приложение. Давайте чуть-чуть подробнее посмотрим. сокет в общем-то это это просто буфер, который может иметь какой-то размер и его можно настроить либо через параметр CSTL, либо через опцию сокета, когда вы его создаете в вашем приложении. То есть у вас есть доступ до настроек вот этого самого соединения, которое ваше приложение создает. На следующем уровне Q-диск это тот слой, который позволяет вам шейпить трафик. В общем-то это главное для чего он используется. Либо приоритизировать допустим какие-то соединения, одни соединения над другими. У этой части тоже есть некоторая буферизация, она настраивается с помощью Q-лен параметра, но сразу скажу, что хотя этот параметр виден всеми утилитами типа и в конфига, IP и всех остальных, несмотря на это для многих дисциплин, дисциплины это вот эти шейперы, они там разных видов бывают, для многих дисциплин этот параметр не используется, вы его можете менять сколько угодно, ни на что абсолютно не повлияет. Поэтому нужно проверять, если настраиваете. И наконец ringbuffer, знакомая нам команда eth2, и кстати говоря, здесь она настраивает не саму сетевую карту, не то, как она работает, а ту часть, которую представляет драйвер. то есть есть этот ringbuffer это уже на уровне драйвера, а не на уровне сетевой карты. Ну, на уровне драйвера сетевой карты, естественно. При отсылке пакетов есть аналогичные в общем-то параметры, они называются схожим образом, в средней части у нас конечно же параметр другой абсолютно, бэклог здесь вот написано, не знаю, может когда-нибудь пригодится, но бэклог используется только для сетевых карт, драйвера которых используют устаревшую модель взаимодействия с ядром, которая новая называется NAPI, то есть API по взаимодействию с ядром, а старые соответственно называются не NAPI. N это new, так что несложно запомнить, либо есть такая технология RPS, я про нее не буду рассказывать, но если она у вас включена, тогда бэклог используется, если выключена, тогда бэклог не используется, все просто. Дальше поговорим о том, как обрабатываются соединения в сетевом стейке Linux. для соединений есть некоторые дополнительные опции, все, что мы видели до этого, оно относится только к отдельным единичным пакетам. Значит, мы уже видели, что есть два таких параметра, две опции сокетов, которые мы можем указать, когда мы создаем этот сокет, либо в процессе работы. Но есть некоторые другие еще опции сокетов, их некоторое количество, про все рассказывать не буду, но про некоторые все-таки расскажу. И первый из них это Keepalive. Keepalive позволяет нам держать соединение открытым. Как мы уже говорили, для того, чтобы соединение состоялось, нужно обменяться некоторым количеством пакетов. На этом мы теряем время. Чтобы не терять время, можно держать соединение открытым. Следующий параметр reuse adder. Не вдаваясь в подробности, если у вас часто открываются и закрываются соединения, то эти соединения на самом деле закрываются не моментально, они еще продолжают висеть у вас в операционной системе некоторое время. Так вот, чтобы у вас не закончились сокеты, и вы не потеряли возможность открывать новые соединения, нужно использовать этот параметр. Дальше у нас sorryuseport. Sorryuseport позволяет нескольким процессам или тридам одновременно слушать один и тот же порт. Может быть, когда-нибудь сталкивались, что пытаетесь запустить приложение, и оно говорит, что оно не может запуститься, потому что порт уже занят. Так вот, можно сделать, чтобы это было не так. Но, естественно, нужно понимать, что вы делаете. Зачем это нужно? Это нужно за тем, что если, опять же, у вас быстро открываются соединения, то без этого параметра у вас будет только один процесс или один трид, который может эти соединения принимать и обрабатывать. Естественно, это узкое место, и может случиться так, что этот трид будет не успевать обрабатывать новые соединения. Вы можете сделать несколько тридов, которые будут принимать эти новые соединения по очереди, по мере высвобождения процессорного времени. Дальше. Дальше идет два параметра, которые, в общем-то, противоположны друг друга. Один говорит не отсылать данные, пока их не будет достаточно много, а другой говорит отсылай как можно быстрее. Зачем это нужно? Затем, что когда мы отправляем один пакет, то ядро должно его обработать. Когда мы отправляем 10 пакетов, то многие вещи, которые требуют процессорного времени на обработку этих 10 пакетов, они сокращаются, потому что вы их обрабатываете сразу скопом, пачкой. И последний параметр интересный называется TCP defercept и он позволяет сэкономить вам некоторое количество процессорного времени. Делает он это за счет того, что ваше приложение не будет разбужено, то есть оно будет заниматься какими-то своими делами, пока не придет реальный запрос от пользователя. То есть если пользователь пришел к вам и устанавливает соединение, приложение это не беспокоит. Как только соединение установлено и вы получили пакет, в котором написано давай сделай чего-нибудь, вот только в этот момент приложение будет разбужено. В противном случае оно будет разбужено гораздо раньше и это может быть не очень хорошо. Куча опций и тут вы можете подумать, что вы можете все сделать изнутри вашего приложения, просто поменяв какие-то опции сокетов. На самом деле все несколько не так, точнее совсем не так, потому что львиную долю всей работы с вашими соединениями, с вашими клиентами делает ядро. И зачастую ваше приложение даже не в курсе, что там происходит, ядро делает это более эффективно и экономит вам ресурсы, в том числе процессорные ресурсы. Но да, приложение отдает распоряжение и говорит, что ядро должно сделать за него. Также, говоря про соединение, нужно упомянуть два параметра CCTL, которые влияют на то, как работают соединения в ядре. Точнее, не как они работают, а какие есть буферы. Буферизация в данном случае нужна именно на тот случай, если ваше приложение по каким-то причинам не успевает, если оно не может в режиме реального времени каждый запрос обработать. В таком случае эти соединения будут скоплены в этот буфер в ядре и приложение при первой возможности продолжит их обрабатывать. Оно даже не узнает, что были какие-то соединения, которые оно вовремя не успело обработать. Они будут сохранены, ядро за вас позаботится об этом. Все ли это? На самом деле нет. Это не все. Есть еще огромное количество различных технологий, которые есть внутри ядра. Я уже упоминал шейпинг. Шейпинг задача достаточно сложная. Есть множество алгоритмов, которые подходят к этой задаче с разных сторон. Есть фейерволы, есть полиси роутинг, даже не буду говорить, что это такое. Кто знает, что такое полиси роутинг? и хорошо для вас. Такая мутная вещь. Бриджинг, TLS, здесь стоит восхитительный знак, потому что все знают, что TLS настраивается в приложении, в Nginx, в Apache, наверное, многие из вас настраивали, прописывали сертификаты, шифры и так далее. Настраивали? Настраивали. Так вот, некоторым показалось, что это работает слишком медленно и на данный момент ведется перенос, не перенос, точнее, а имплементация TLS протокола внутри ядра. Если не ошибаюсь, этим Facebook занимается. Много всего есть в сетевом стеке и в какой-то момент некоторые компании, некоторые разработчики решили, что там столько всего, что он стал работать медленно. и перенесли сетевой стек в свое приложение. Ну, перенесли, это, конечно, громко сказано, потому что они написали его заново. Естественно, учитывая, что сетевой стек в Linux писался многие-многие годы, то так просто переписать его еще раз в вашем приложении, в каком-то более высокоуровневом языке программирования. Это не так просто. Но оказалось, что этим людям, которые жалуются на скорость, это и не нужно, потому что им эти пакеты нужны для каких-то достаточно примитивных целей. Например, просто сохранение, если им нужно сохранять трафик. Или там forwarding, то есть они приняли пакет и отправили его дальше. И они написали вот этот user-level cp-stack, который на самом деле очень маленький, ну где-то больше, где-то меньше. У него нет многих функций, которые есть в сетевом стеке Linux, и там это не нужно. И здесь, в общем-то, на картинке представлено, что вся вот эта вот часть, то есть сетевой стек, сокеты, она не используется, пропускается при обработке пакетов. и ваш этот user-level cp-stack, который находится в вашем приложении, он работает с пакетами, которые забирают напрямую из сетевой карты. На сегодняшний день есть некоторое количество реализаций этого сетевого стека на стороне приложений, самые популярные это dpdk и netmap. и в качестве небольшого анонса на хайлоуде у нас в этом году выступает наш администратор, мой коллега Андрей Домась, он будет рассказывать в частности о балансировщике трафика, который работает поверх dpdk и сразу скажу, что работает в десятки раз быстрее, чем сетевой стек, то есть это правда, это действительно так, в некоторых случаях даже не в десятки, а в сотни раз. Но разработчики ядра оказались тоже не дураки, поэтому они сделали такую вещь, которая называется xdp, это сокращение от express data pass. Что это такое? Это в общем-то программный модуль, который тоже позволяет забирать пакеты напрямую из сетевой карты, минуя весь остальной сетевой стек, но при этом он интегрирован в общем-то со всем остальным ядром линукса. Как я уже сказал, чаще всего эта технология как сетевой стек в приложении, так и xdp, он используется для каких-то простых целей. В частности у xdp есть три варианта, что будет происходить с пакетом. Либо мы его выкинем, это нужно для того, чтобы отразить атаку, не используя лишних процессорных ресурсов вашего сервера. То есть никакой обработки ничего не происходит, память не авоцируется, все хорошо, мы его взяли из сетевой карты и сразу дропнули, потому что он нам по какой-то причине не понравился. второй вариант это вы его получаете и дальше он переходит в уже стандартный TCP стек, вы его можете как-то обрабатывать. И третий вариант вы его отправляете назад в ту же самую сетевую карту и он отправляется на какой-то другой IP-адрес. Это используется в основном в балансировщиках, балансировщиках появился достаточно давно с одной стороны, с другой стороны он постоянно развивается и какие-то функции в нем появились достаточно недавно и на сегодняшний день есть на самом деле немного приложений, которые его используют уже в продакшене для каких-то целей. Плюс его в том, что он работает со всем остальным сетевым стеком, а это значит, что у вас работает SNMP, какую-нибудь статистику с интерфейсов может собирать стандартные утилиты вроде ETH Tool у вас продолжают работать. Почему я говорю, что они продолжают работать? Потому что если вы пишете приложение с использованием DPDK, то мало того, что вы эту сетевую карту не можете использовать вообще ни для чего, кроме этого DPDK. То есть вы с сервером не можете связаться по той сетевой карте, которую вы используете для этого сетевого стека. Вам нужен еще один интерфейс, который работает как обычный интерфейс сетевым стеком, а один интерфейс вы дарите этому DPDK. И то же самое происходит на самом деле еще и с ядрами процессора, потому что часть ядер процессора вы должны выделить DPDK, и остальные приложения его использовать не смогут. В случае с XDP таких проблем нет. Закончили с сетевым стеком. Поехали дальше. Теперь поговорим про протокол TCP. Кто знает как работает протокол TCP? Смелее. Никто не знает как TCP работает? Хендшейки там вот эти подтверждения пакетов. Давайте поднимайте 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 руки. Не все поднимают руки правильно делают. Я например не знаю как работает TCP. Но попробую вам рассказать что знаю. Некоторые думают что протокол TCP работает так. И действительно когда происходит установка соединения и разрыв соединения обычно пакеты обмениваются таким образом. То есть для установки нам нужно отправить пакет син сказать что мы хотим установить соединение потом идет обратный пакет который подтверждает что мы получили син и наконец мы подтверждаем что мы получили подтверждение. Весь TCP протокол построен на этих подтверждениях которые некоторые очень не любят. При закрытии соединения у нас еще больше пакетов должно пройти. Ну и при непосредственном обмене данными там тоже на каждый пакет нужно получить подтверждение. Прежде чем мы продолжим нужно поговорить немного про терминологию и в частности начнем с roundtrip time. Roundtrip time это время между отсылкой пакета и получением подтверждения или ответа на этот пакет. Командой ping наверное все пользовались. Вот это вот время которое вы видите это как раз таки roundtrip time. То есть это не время которое пакет идет из точки A в точку B а время из точки A в точку B и назад в точку A. Вот сумма этого времени это roundtrip time и это то что вы видите в output команды ping. Почему roundtrip time важен? Потому что земля большая а скорость света она имеет какое-то граничное конечное значение. И для того чтобы луч света который идет по оптическим проводам обогнул половину земного шара нужно на самом деле достаточно много времени. Например здесь между Америкой и Австралией вот у нас 250 миллисекунд. Время которое должно из Москвы до Камчатки пакет идти тоже достаточно большой может достигать сотен миллисекунд. Плохо ли это? нашел вот такую табличку одну из много было различных исследований и Google например приводит такие цифры что пока время ответа допустим веб-странице находится в пределах 300 миллисекунд пользователь этого ну не то что не замечает но считает что это быстро. если страничка загружается секунду то мы все начинаем говорить что вот этот сайт тормозит естественно никто этого не любит поэтому все из кожи вон лезут чтобы сократить время отклика и один из способов это сделать это сократить раундтрип тайм или количество этих раундтрипов здесь небольшой пример для мобильных сетей как мы знаем сейчас проповедуется кругом политика mobile first так вот на мобильных сетях поскольку они беспроводные и работают не совсем так как проводные сети там задержка может достигать тоже десятков и сотен миллисекунд и если мы хотим открыть страничку то должно произойти несколько различных обменов данными мы должны зарезовывать IP адрес должен остановиться TCP соединение потом TLS потом непосредственно HTTP request и оказывается что время ответа нашей странички не такое уж и маленькое и пользователь постоянно жалуется чего у вас все тормозит можно ли с этим что-нибудь сделать об этом мы поговорим mobile first если раньше все разрабатывалось сначала для десктопов то теперь все отчаянно рвутся начать разработку с телефонов потому что телефон у нас всегда с собой мы его постоянно пользуем и естественно аудитория пользователей которые сидят через мобильные устройства она растет и как показывает статистика в 2014 году мобильных устройств стало больше чем десктопов именно поэтому все и стремятся разрабатывать все свои решения в первую очередь для мобильных телефонов еще пара терминов которые надо знать это МСС и МТУ они вам могут встретиться при работе с сетями почему они важны в самом начале доклада я показывал что есть куча там заголовков всяких которые лепятся к нашим данным так вот наши данные то количество информации которая в один пакет влезет оно называется как раз таки МСС вот этот payload это вот наши полезные данные все остальное то что к ним приклеивается разработчики бы назвали это бесполезными данными но без них все равно работать ничего не будет а размер IP пакета который может быть отправлен через сеть Ethernet это МТУ вот два таких две таких аббревиатуры максимум сегмент сайз и максимум трансмит юнит очень удобно ничего кроме максимум не совпадает едем дальше зачем нам это все нужно еще раз посмотрим на работу протокола TCP еще раз вспомним о том что на каждый отосланный пакет мы должны получить подтверждение что те данные которые в этом пакете ушли они получены TCP гарантирует получение данных это конечно хорошо но с какой скоростью мы можем отправлять данные если нам все нужно подтвердить МТУ у нас 1500 байт РТТ 20 миллисекунд 20 миллисекунд это очень мало мы видели что на мобильных сетях может быть гораздо больше РТТ маленький с какой скоростью пойдет я вот посчитал получилось 0,57 мегабит маловато у кого-нибудь интернет работает на скорости 0,57 мегабит ни у кого не работает почему потому что есть такая вещь как cumulative acknowledgement что это такое когда вы отсылаете данные это вот дамп трафика то на самом деле подтверждение действительно приходит на каждый кусочек данных но приходит не на каждый пакет что это значит это значит что в каждом пакете есть sequence number и это sequence number говорит сколько данных с какого по какой байт ушло в этом пакете и значит здесь отправитель здесь мы подтвердили какой-то там последний пакет это вот наш сервер с 80 порта он там нам шлет какую-то там веб-страницу или картинку еще что-то и вот нам идут 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 пакеты здесь вот эти номера байт здесь эти номера байт и так далее а потом мы в ответ присылаем один единственный пакет в котором мы подтверждаем получение последнего байта и нам не нужно отсылать подтверждение на каждый из этих пакетов и это называется cumulative acknowledgement когда мы одним пакетом подтверждаем сразу много присланных пакетов если нам не нужно ждать подтверждение каждого пакета что произойдет если мы потеряем один из пакетов ведь мы должны подтвердить последний полученный байт мы же не можем сказать что мы это все потеряли мы уже это получили и было бы как-то нерационально выкидывать эти данные и ждать пока они еще раз к нам придут для этого есть selective acknowledgement что такое selective acknowledgement это возможность в нашем подтверждении значит вот у нас пакет пропал и здесь мы отправляем acknowledgement пакет в котором подтверждаем тот самый последний байт который мы получили последовательно без пропусков а потом дополнительно в опциях этого пакета говорим что а еще мы получили вот такие вот байты то есть вот эти вот все байты которые мы не потеряли которые мы реально получили мы говорим отправителю что мы их действительно получили что делает отправитель отправитель видит что пропал только один пакет в середине и он нам его только присылает соответственно данные не теряются скорость растет все прекрасно вот эти вот пакеты которые еще не были подтверждены которые мы сервер отправил а клиент еще не подтвердил что он их получил они называются все эти пакетики которые летят по проводам куда-то там они называются bandless delay product. То есть это вот буквально все, что было отправлено, но аналиджмент пакет еще не пришел. Нужно ли ограничивать количество этих байт, которые летят по проводам? Как вы думаете, есть ли здесь проблема? Или можно отправлять и потом там само как-нибудь разберется? Я буду еще задавать всякие глупые вопросы. Можно? Чего? Количество пакетов увеличивается. Это все про количество пакетов? Хорошо, давайте посмотрим дальше. Еще пара глупых вопросов. С какой скоростью можно передавать данные по каналу 1 гигабит, если у сервера 1 гигабит? Логично, что 1 гигабит. Хорошо, еще один глупый вопрос. С какой скоростью можно получать данные, если у клиента 1 гигабит? Тоже как будто бы 1 гигабит. Давайте посмотрим, как выглядит наша сеть. Она состоит из n-ого количества различных каналов, n-ого количества различных шлюзов, рутеров и что там происходит, мы не знаем. Где у кого какие там забиты каналы, у кого там трафик перераспределился, еще что-нибудь произошло. И в какой-то момент может возникнуть ситуация, что из-за маленькой пропускной способности трафик начинает скапливаться на каком-то из роутеров. Эта ситуация, когда происходит накопление в каком-то из буферов пакетов, называется буфер блот. Это очень такое широко используемое понятие. И проблема в том, что пока эти пакеты не дойдут до получателя и пока получатель их не подтвердит, сервер должен их все держать у себя в буфере на тот случай, если они пропадут где-то по пути. Потому что восстановить этот пакет из данных нельзя. И если какой-то из них пропадет, то сервер сможет взять из своего буфера этот пакет и отправить его заново. Как вы понимаете, это потребляет лишнюю память. Давайте чуть более простую ситуацию посмотрим. Есть один шлюз, есть клиент, сервер. И в данном случае у шлюза и у каналов, в общем-то, с пропускной способностью проблем нету. Но у клиента может быть что-нибудь неправильно настроено. И у него начнут эти пакеты скапливаться. И что произойдет дальше? Значит, у нас количество этих пакетов, которые летят, растет. Увеличивается очередь. Здесь вот увеличивается latency, потому что все эти пакеты ждут, когда они доедут. А если это какое-то приложение, которое критично к latency, какая-нибудь там телефония, начинает заикаться человек, как будто бы. Что еще может произойти? Может вообще пакет дропнуться, потому что он слишком долго в этом буфере. То есть отправитель, допустим, не дождался подтверждения, там по тайм-ауту решил, что пакет пропал и начинают там заново отсылать. Вот он отсылает заново эти пакеты. То есть здесь у нас лежат уже там несколько дубликатов этих пакетов. Ничего хорошего в этом нету. Как вы понимаете, очередь только растет. И при этом мы получаем меньшую пропускную способность, потому что тут у нас валяются дубликаты. С какой же скоростью можно отправить данные? Отправить их можно со скоростью самого медленного участка пути. Причем, когда мы говорим самый медленный участок пути, то это может быть вообще все, что угодно. Где-то, где-то физический канал, где-то какие-то буферы на каких-то шлюзах, но также это может быть любой из шагов, любой из этапов отправителя, его сетевого стека или получателя. Мы не знаем, где там эти пакеты скапливаются или знаем. Может быть, это ваше приложение тормозит вообще. Плохо написали, медленно работают. Сколько же можно отправить этих данных? Есть много вопросов, на которые нам нужно ответить. Возможно, у приложения там, допустим, параллельно запустился на вашем десктопе какой-нибудь антивирус, сожрал все ресурсы процессора и, соответственно, приложение не может их обработать, хотя как будто бы все ресурсы для этого должны были быть. Для того, чтобы выяснить, сколько же можно отправить пакетов, существует такая вещь, как flow control. Что такое flow control? Давайте еще раз посмотрим на сетевой стек. Здесь около приложения и для отправления пакетов и для получения есть сокет буфер. И это тот буфер, который непосредственно взаимодействует с вашим приложением, и приложение непосредственно взаимодействует с этим буфером. Если ваше приложение не справляется, если у него нет ресурсов или еще там что-нибудь, оно занято, не знаю, там, чем, данные с диска читает, пакет не будет выброшен. Он будет сложен в этот сокет буфер и будет там лежать, дожидаться, пока приложение освободится. Если же этот буфер переполнится, тогда пакеты там начнут скапливаться на каких-нибудь предыдущих уровнях, если там есть место. Дальше, чтобы выяснить, что же такое flow control и что нам с этим сокет буфером делать, нужно рассказать, что есть TCP окно, TCP window. TCP window это такая штука, которая указывается непосредственно в header вашего пакета. Для него есть вот тут вот местечко. И когда отправитель пытается понять, сколько нужно отправить данных, сколько данных может лететь по проводам без подтверждения, он смотрит, сколько у него у самого места в этом буфере, в буфере, который используется для отправки данных, он смотрит, сколько отправитель, а отправитель может вообще в каждом пакете сообщать новый размер окна. И отправитель говорит, что вот у меня там, ну, допустим, у него буфер там, не знаю, на 5 килобайт, но при этом 4 килобайта уже занято, значит он может еще один килобайт туда запихать в этот буфер. И он отправляет в окне, сколько у него там свободного места в этом сокете. А отправитель смотрит, сколько у него свободно. В его сокете отнимает то количество трафика, которое он еще не получил подтверждение и минимальное из этих значений выбирает. Это вот именно то количество байт, которое можно отправить и никто от этого не пострадает. Ни отправитель, не получатель. То есть они буквально в каждом пакете договариваются о скорости передачи данных. Есть ли тут проблема, как вы думаете? Подделать? Ну это уже в область безопасности. Если вы хотите атаковать, да, наверное, можно подделать, но этим вы навредите только себе, потому что вам придет больше данных и у вас буферы заполнятся. Но опять же, это из области атак, про атаки мы сейчас не будем говорить. Если все происходит как надо, есть ли тут проблема? Проблема тут есть. И она заключается в том, что размер вот этого вот поля, тут вообще весь заголовок, он строго регламентирован. Вы не можете записать в любое место любые данные. И конкретно для указания размера окна есть вот два актета, и поэтому максимальный размер окна, который может быть указан, он не такой уж и большой. Когда-то, может быть, это было достаточно, но не в наши дни. Я вот еще посчитал немножко, и у меня получилось, что даже если у нас очень маленький RTT, BDP, то есть Bandwidth Delay Product, то есть оно же наше окно, это в принципе плюс-минус одно и то же. Размер окна и Bandwidth Delay Product. Значит, по проводам может лететь 65 килобайт. И получается, что при максимальном размере окна скорость никогда не превысит 25 мегабит в секунду. Что, как вы понимаете, тоже маловато, даже для телефонов. Поэтому разработчики протокола решили использовать, вот внизу есть такое поле опции, там могут быть разные опции, и там нету таких строгих ограничений по размеру данных, и они добавили одну из опций, в которой указывается множитель для окна. То есть реальный размер окна оказывается уже не то, что указано здесь, а то, что указано здесь, умноженное на 2 в степени, вот этот Windows Scale, это та самая опция. И таким образом уже максимальный размер окна достигает одного гигабайта. При РТТ 20 миллисекунд такой размер окна позволит нам разогнаться до 400 гигабит в секунду. Что, как вы понимаете, достаточно много, даже по сегодняшним меркам. Еще пачка сложных вопросов. Мы разобрались с приложением, и они договорились о том, с какой скоростью будут отсылаться и приниматься данные. Но мы не можем договориться с абсолютно всеми уровнями, которые есть на пути следования пакетов. Есть куча разного оборудования, у этого оборудования есть куча раз всяких буферов, и разобраться здесь достаточно сложно. Более простые вопросы. Почему все тормозит? Вы сидите дома с вашим любимым Wi-Fi и как только начинаете что-то качать, что-нибудь другое начинает тормозить, потому что где-то переполняются буферы. Для решения этой проблемы существует то, что называется Congestion Control. Congestion Control это, в общем-то, технология, которая пытается выяснить, а с какой же, собственно, скоростью можно отправлять данные, чтобы не только приложения не страдали, но и все остальные уровни. И, как вы понимаете, получить информацию о размере каждого буфера на пути следования пакета через интернет невозможно. Все, что мы можем узнать, это с какой скоростью ходят пакеты, то есть сколько нужно времени на то, чтобы получить подтверждение о получении пакета и сколько пакетов теряются. И на основе, в основном, вот этих двух метрик Congestion Control пытается определить, с какой же скоростью нужно отправлять. И самое простое предположение, которое мы можем сделать, если пакеты начинают теряться или если latency вырос, то, наверное, где-то буферы переполнились и неплохо бы нам скорость снизить. Тут пропал слайд, тут должен был быть вопрос, а может быть и нет. На самом деле, может быть и нет. Может быть и не нужно нам снижать скорость передачи, потому что, если у вас, допустим, Wi-Fi дома, то Wi-Fi, он в принципе склонен к тому, чтобы терять пакеты. При этом у вас скорость может быть допустимая там и 100 мегабит, и 200 мегабит, и 300 мегабит. Но это не значит, что у вас там какие-то буферы переполнились. Просто вы там пошли из одной комнаты в другую, и там пара пакетов пропала. Как вы понимаете, все это достаточно сложно определить по таким метрикам, непонятным, что на самом деле происходит в каждой точке интернета. И многие пытались. Есть большое количество алгоритмов, которые пытаются на одной из сторон общения выяснить, собственно, с какой же скоростью передавать данные. Я, тот самый слайд, а я вам расскажу про один из этих алгоритмов, который появился достаточно недавно, разработал его Google, называется он BBR, Bottle Neck Bandwidth and Round Trip Propagation Time. Будем называть его BBR, если вы не против. Что изображено на этом графике? Значит, самое главное, это вот эта вот линия. Это пропускная способность всего канала, который есть через весь интернет от одной точки до другой точки. Мы точно знаем, что размер этого канала именно такой. Допустим, это 100 мегабит. Тут вот циферка 100, допустим, это 100 мегабит. То есть, если мы будем отсылать с большей скоростью, тогда где-нибудь обязательно буфер забьется. Если с меньшей скоростью, значит, мы будем неэффективно использовать доступную пропускную способность. Кубик и Рено, синие и красные линии, это два самых, наверное, используемых на сегодняшний день алгоритма. Почему они самые используемые? Просто потому, что они по умолчанию выставлены в операционных системах. В том же самом Linux и в том же самом Windows тоже. Как вы видите, эти алгоритмы работают не очень хорошо, потому что они постоянно забивают нам линки. И когда они забивают линки окончательно, и у нас начинают пропадать пакеты, то они делают дроп. Дроп в скорости. То есть, резкое снижение скорости передачи данных. Что мы в результате получаем? Во-первых, у нас тут теряются пакеты. Во-вторых, мы постоянно забиваем линки кругом. И ничего хорошего из этого нет. А потом мы медленно-медленно-медленно увеличиваем скорость. То есть, опять же, вот здесь вот мы неэффективно используем доступную пропускную способность. По сути, есть какие-то мгновения, когда мы эффективно используем эту пропускную способность. Ничего хорошего. Зеленая линия, как вы уже заметили, это ББР. Почему он такой клевый? Потому что он понимает, что в сегодняшнем мире, когда есть много различных беспроводных сетей, и Wi-Fi, и мобильная связь, потеря пакета – это вообще-то нормальная ситуация. И паниковать из-за этого не надо. Что же он делает? ББР периодически пытается увеличить скорость и уменьшить скорость. И когда он это делает, он следит за тем, как меняются показатели. Меняется ли latency, растет или падает. Начинают ли у нас теряться пакеты, или наоборот, они перестают падать. И в зависимости от этого он понимает, что либо линки переполнились, либо там еще есть место. И можно немножко еще увеличить. И благодаря такому вот алгоритму, алгоритм держится большую часть времени максимально близко к этой идеальной линии пропускной способности нашего канала. Как видите, ничего нового в IP-протокол добавлено не было, никаких новых заголовков. Что это значит? Это значит, что вам не нужно обновить программное обеспечение или оборудование во всем интернете, чтобы это заработало. Все это происходит на стороне сервера. И если мы говорим про Linux, а модуль написан, естественно, для Linux, то вы загружаете модуль, вы говорите Linux, используя теперь не тот алгоритм, а вот этот, BBR, и автоматически получаете лучшую пропускную способность. Вот так все сказочно. Но поедем дальше. Посмотрим еще раз на наш TCP. И вспомним, что такое RTT. RTT — это плохо. Потому что мобильные сети, много времени на это нужно, а пользователь недовольный, все тормозит. Можно ли при установке соединения TCP уменьшить раундтрип тайм до нуля? Значит, что такое ноль раундтрип тайм? Здесь у нас раундтрип — это вот раз, два, это один раундтрип, и потом еще половиночка. Значит, вот здесь вот раундтрип полтора. Можно ли его сделать ноль? Непростая задача, да? На самом деле она уже решена. Есть такая технология, называется TCP FastOpen. TCP FastOpen включается одним параметром в ядре. Все, как мы любим. Что она делает? Значит, слева у нас обычная установка соединения. Здесь чуть больше пакетов, как вы могли заметить, потому что здесь на примере HTTP запроса вместе с этим подтверждением уже идет запрос. И вот у нас два раундтрипа до непосредственного получения данных. И второй раз, когда мы хотим сделать соединение, все то же самое. При TCP FastOpen все немножко по-другому, потому что, когда мы устанавливаем соединение, то сервер запоминает информацию об этом соединении, о том, кто, откуда, куда соединялся, какие там использовались, нет, порты там не запоминаются. Главное о параметрах соединения. Мы уже знаем, что там может быть размер окна, еще что-нибудь. И вот эти вот параметры соединения он сохраняет, шифрует и передает клиентам. А клиент их сохраняет у себя. И когда происходит повторное соединение, непосредственно в самом первом пакете, в СИН, в котором стандартно никаких абсолютно данных нету, кроме запроса «давай установим соединение». Так вот в этом СИН идут эти данные о соединении, куки. Это не HTTP куки, это именно TCP куки. Информация о том самом сохраненном соединении и сразу запрос. То есть нету никакой установки соединения. Мы сразу же отправляем HTTP запрос, как будто бы, и сразу получаем ответ. То есть все, что вот здесь вот происходило, вот эти вот три пакета, они как будто бы не существуют. И мы получаем RTT0. Здесь все уже не так сказочно, как с ББР, потому что нужна поддержка на стороне, на обоих сторонах. То есть соединение устанавливает, ну, в случае браузера, в случае там веб-страниц, браузер. И среди браузеров, значит, поддержка есть в Edge и Chrome. Причем в Edge она включена по умолчанию, а в Chrome нет пока что. Наверное, со временем станет включена по умолчанию. И тогда у нас странички начнут открываться гораздо быстрее, особенно если у вас плохой интернет. Что же с UDP? Вот мы говорим TCP, 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 там есть такая технология, такая технология, там все контролируется, все проверяется, все супер. Так вот, в UDP ничего из этого нет вообще. Он тупой, как тапок. Там никаких порядка пакетов, никаких окон. Соответственно, все проблемы, про которые мы говорили с TCP, они актуальны для UDP. Можно забить все буферы, и ничего хорошего из этого не выйдет. Так ли все плохо, мы поговорим чуть-чуть дальше. Но сначала перейдем к более высокоуровневым протоколам, протоколам седьмого уровня, о которых я хочу тоже рассказать некоторые интересные нюансы и детали. И начнем с DNS. Как устроен DNS? Кто знает? Как работает DNS? DNS-запросы, DNS-ответы знают. Хорошо, я тоже знаю. DNS можно представить в виде дерева. В виде дерева, где каждое слово, отделенное точкой, это домен. За каждое слово в этом домене может отличать другой DNS-сервер. И таким образом достигается делегация, так называемая. То есть, когда мы говорим, что за этот домен и все поддомены отвечают определенный DNS-сервер. Так, в общем-то, DNS работает. Кто знает, какой самый короткий домен? Какой? Точка. Правильно. Можете проверить у точки. В браузере вы, конечно, не наберете точку, просто потому что там нечего особо показать. Но если вы спросите, какие DNS-сервера отвечают за домен, который называется точка, то вы получите ответ. И за эти вот корневые DNS-сервера, от которых идет, в общем-то, отправная точка всех DNS-резолов, они называются рутовые корневые DNS-сервера. И если вы хотите какое-нибудь DNS-имя разрезовывать, то есть превратить его в IP-адрес, то ваш запрос всегда сначала пойдет в точку, спросит, кто отвечает за орг. Мы получим какой-то DNS-сервер. У него мы спросим, а кто отвечает за Wikipedia-орг? А он скажет, что вот такой DNS-сервер. Потом мы спросим у этого DNS-сервера, а кто отвечает за ru-wikipedia-орг? Он скажет, что вот такой DNS-сервер. И вот этот нам уже ответит, какой же IP-адрес у этого домена. Так оно работает. Давайте поговорим про типы записей. Как я уже сказал, что точку, допустим, в браузере набрать нельзя, ничего не откроется. А если вы спросите DNS-запись, тогда вы получите какой-то ответ. Ответ о том, какие DNS-сервера за него отвечают. Почему это так? Потому что есть разные типы записей. Когда вы набираете что-нибудь в браузере, то чаще всего это а-запись. Это, в общем-то, основная, самая часто используемая запись. Все странички, которые открываются, в общем-то, любой домен, если вы где-то там, не знаю, пингуете, указываете SMTP-сервер, вся в почтовой программе, не знаю, что еще. В общем, где угодно. Указываете какое-нибудь имя, в большинстве случаев это будет именно запись типа А. И она для этого служит. Есть еще некоторые другие записи, их на самом деле много. Ну, самый популярный это CNAME. CNAME позволяет указать нам, не превратить домен в IP-адрес, а превратить домен в другой домен. То есть мы говорим, что если кто-то пойдет на games.oc.ru, то нужно на самом деле зарезолвить www.ok.ru. То есть мы возвращаем клиенту www.ok.ru, он еще раз спрашивает, что такое www.ok.ru, и тогда уже получает IP-адрес. И, наконец, NS, самая главная запись в DNS, потому что она говорит, собственно, как это все дело зарезовывать, кто за что отвечает. И MX. MX говорит, на какой сервер нужно отправлять почту для этого домена. Ее можно не указывать, тогда пойдет на сам домен, но чаще всего используют, непосредственно указывают MX, причем там тоже есть всякие механизмы указать, с каким приоритетом на какие сервера ослать и так далее. То есть, в принципе, DNS используется для многих вещей. Здесь вот в табличке пример DNS-зоны. Зона — это все DNS-записи какого-то домена. В данном случае домен ap.oc.ru, один из наших доменов. И что здесь есть? Здесь есть запись типа SOA. Это, в общем-то, запись, которая говорит служебную информацию об этом домене. В частности, как часто нужно, чтобы кэш протухал на клиенте. Здесь вот это все указано. Дальше идут NS-записи, которые говорят нам, что домен ap.oc.ru, если мы хотим что-нибудь зарезовывать какой-нибудь под домен, то нужно идти на эти DNS-сервера. Потом идет A-запись, которая откроется, если вы в браузере напишите ap.oc.ru. Тогда запрос пойдет на этот IP-адрес. И, наконец, си-нейм. Значит, если вы наберете www.api.oc.ru ap.oc.ru, тогда вы получите ответ, что эта запись соответствует этому домену. Потом вы зарезовываете ap.oc.ru, и в конце концов окажетесь на этом IP-адресе. Я попробовал зарезовывать один такой домен, который я только что показывал. Как вы видели, здесь это c-нейм. www.api.oc.ru превращается в ap.oc.ru. Почему же мы получаем IP-адреса, если мы спросили games.oc.ru и должны были получить только c-нейм. А потому что, как мы уже знаем, round-trip-тайм это плохо. Round-trip-тайм. Чем больше у нас round-triпов, тем медленнее у нас все открывается. И их можно сэкономить. И, в общем-то, протокол это позволяет. Протокол позволяет на один запрос отправить несколько ответов. То есть, мы спросили games.oc.ru запись IP-адрес, какой я соответствует. Мы должны были получить www.ok.ru и все. Но DNS-сервер знает, что вы же все равно придете его резолвить. Чего я буду вас мучить? И он вам присылает сразу все. И c-нейм, и во что этот c-нейм, эти а-записи зарезовываются. Дальше поговорим про такую технологию, которая называется GSLB-DNS. В общем-то, вступление все это было, чтобы объяснить вам или напомнить, как, собственно, работает DNS. А теперь поговорим про плюшки. Что такое DNS-GSLB? DNS-GSLB позволяет вам, во-первых, отправлять пользователей с разных континентов, здесь Америка, здесь Европа, на соответствующие сервера. То есть пользователь из США пойдет на сервера в США, а пользователи из Англии пойдут на сервера в Англию. Это первый вариант. И второй вариант, это если у вас один дата-центр недоступен, то было бы плохо говорить вашим пользователям, что страничка не работает. У вас же еще куча серверов есть. И GSLB-DNS это, в общем-то, технология, которая позволяет вам проверять, а работает ли этот дата-центр. И если он работает, тогда вы просто не получите его IP-адрес, а получите другой IP-адрес и пойдете на другой континент, но у вас все-таки будет работать. Конечно, можно не говорить о континентах, можно говорить о чем-то более локальном. Например, в Одноклассниках на базе этой технологии построен CDN. То есть, если пользователь из Краснодара открывает www.ok.ru, то какие-нибудь тяжелые картинки, видео и музыку он будет тянуть не из Москвы, он будет тянуть их из серверов, которые установлены там же в Краснодаре. Как мы это делаем? Мы смотрим, с какого IP-адреса пришел пользователь и отвечаем ему IP-адресами серверов в Краснодаре. И, опять же, если с этими серверами что-то случится, то JSLB DNS их выкинет и вернет IP-адрес Москвы. И пользователь ничего не заметит, у него по-прежнему будет все работать. Как вы понимаете, все построено на DNS. И хорошо, когда пользователи используют DNS-сервер провайдера, который находится в том же регионе и все работает. Но кому-то может по каким-то причинам не нравится этот DNS-сервер, он пропишет у себя в настройках Google DNS, 4 восьмерки. Как вы понимаете, если бы у нас были сервера в Америке, отправлять пользователя из Краснодара в Америку было бы нерационально. И у этой проблемы есть решение. Называется оно eDNS. Мы уже говорили, что у DNS-сервера есть различные виды записей. А-запись, CNAME, MMX, NS и так далее. И есть еще одна запись, которая называется OPT, и которая никогда не появляется ни на каком DNS-сервере. Она нигде не прописана, там никаких данных нет. Она генерируется непосредственно при запросе и при ответе. Почему? Потому что те данные, которые попадают в эту запись, они динамические. Зачем они нужны? Там на самом деле очень много всяких полей может быть в этой записи. Она такая, ну, сложная. Там всякие флажки могут быть, которые говорят там серверу или клиенту о каких-то нюансах этого запроса. И в частности это расширение используется при работе DNS-сек. Кто знает, что такое DNS-сек? DNS-сек это хотелось бы сказать аналог HTTPS-а, но не совсем так. Тем не менее, он служит для защиты данных. То есть, чтобы никто не смог подделать ответ DNS-сервера, можно его там подписать и для этого используется как раз eDNS, там один из флажков, то есть мы когда запрос отправляем, говорим, что это не просто запрос, это DNS-сек запрос, и нам нужно, чтобы все было подписано, чтобы мы могли удостовериться, что ответ действительно отправлен сервером, его никто не подделал по пути, никакие злоумышленники. И в том числе одна из опций этого eDNS-а это eDNS-клиент-сабнет. Что это такое? Здесь пример запроса, который был перехвачен с помощью программы Wireshark. Вот это вот часть, ну, здесь обычный запрос, мы спросили вот такой вот домен, запись типа A, и должны получить какой-то IP-адрес в ответ. Это именно запрос. Но здесь кроме этого запроса есть вот additional records, здесь вот есть та самая запись opt, у нее есть там какие-то параметры, и в том числе у нее есть значит, такой какой-то флажок, вот тот самый dobit, то есть это DNS-сек, и еще есть такая опция, тот самый client-subnet. Здесь вот она увеличена, если кому не видно. Что здесь написано? Здесь написано, что у пользователя IPv4 адрес на сервере, на клиенте, написано, что у клиента вот такой IP-адрес и с такой-то маской. Почему тут вообще маска, почему тут нолик? потому что не все хотят знать, с каких IP-адресов они работают. И для того, чтобы скрыть эту информацию, чтобы пользователь мог остаться более-менее анонимным, обычно IP-адрес округляется до слэш-24. Поэтому здесь маска 24-я и в конце нолик. Значит, еще раз, что мы видим? Мы видим, что ушел запрос, и внутри этого запроса сохранен IP-адрес клиента. Независимо от того, через какой DNS-сервер он пройдет, когда этот пакет дойдет к нам, мы сможем посмотреть в него и узнать, что у клиента именно этот IP-адрес, что это действительно Краснодар, а не Google в Калифорнии, и что нам нужно зарезовывать эту запись именно в те IP-адреса. Поехали дальше. Поговорим про HTTP. Кто знает, как работает HTTP? Запросы, ответы, заголовки, вот это все. Не стесняйтесь. Хорошо. Давайте посмотрим, что происходит, когда мы пытаемся открыть какой-нибудь адрес. Мы посылаем запрос GET, GET на безурла, то есть просто слэш, передаем какие-то заголовки, получаем ответ, опять же, с какими-то заголовками, потом идет уже непосредственно данные. в данном случае HTML-страница. Но получить одну HTML-страницу, чтобы отобразить весь веб-сайт, естественно, недостаточно. Там используется куча всяких ресурсов, какие-то JS-крипты, CSS, картиночки и так далее. И, как вы понимаете, получение всех этих дополнительных файлов, это гораздо-гораздо дольше, чем получение первого HTML-а. То есть это может занимать секунды. И опять придет пользователь, скажет, что все тормозит, давайте, переделывайте. Как можно ускорить? Мы поговорим про две технологии, которые работают на то, чтобы ускорить получение веб-страницы. во-первых, это HTTP Keepelive. Мы уже говорили про TCP Keepelive, который держит открытым соединение. Но так уж был устроен HTTP протокол, что после того, как он вам отдавал файл, он сразу закрывал TCP соединение. И ничего хорошего из этого не выходит, потому что мы HTML получили, а картиночки и все остальное нам с того же самого сервера надо. И мы снова устанавливаем соединение, получаем картиночку, закрывается соединение, еще раз открываем соединение, еще одну картиночку. Как вы понимаете, ничего хорошего в этом нет, поэтому для HTTP сделали флажок Keepelive, который говорит веб-серверу не надо закрывать соединение после каждой картиночки. Оно остается открытым, и мы можем получать по одному и тому же соединению все файлы по очереди, не тратя время на раунд-трипы наши драгоценные, на установку нового TCP-соединения. Вторая вещь, по которой мы поговорим, более сложная, это HTTP2. Наверное, слышали про нее? Кто-нибудь слышал про HTTP2? Может быть, использовал где-то, настраивал? Nginx поддерживает HTTP2? Тогда давайте я расскажу. Там есть много различного функционала, который отличается от HTTP1, но два самые главные это параллельное получение файлов и push. Push тут в скобочках, потом объясню почему. Сначала поговорим про параллельное получение файлов. Как я уже сказал, нам нужно получить много различных картинок и не всегда они находятся на одном сервере. у вас может быть один сервер с картинками, другой с JavaScript и CSS и третий с HTML. Таким образом, вам нужно три соединения установить и по каждому получать каких-нибудь файликов. Причем каждый файлик по очереди, ничего хорошего в этом нет. И нужно еще добавить к этому, что в браузерах есть ограничения на количество одновременных соединений к серверу. То есть если вам для отображения странички нужно загрузить 100 картинок, то вы не начнете скачивать 100 картинок сразу же. Вы начнете их там 10 картиночек, ну обычно там порядка 10 соединений разрешено. И значит вы 10 скачали, по мере того, как они скачиваются, начинают качаться новые. В HTTP 2 есть так называемый мультиплексинг. Мультиплексинг позволяет вам по одному TCP соединению получать несколько файлов одновременно. То есть вы посылаете на сервер сразу несколько запросов, дай мне там картинку 1, 2, 3, 4, 5, и он вам сразу все эти картинки начинает отсылать. Не постепенно, не по очереди, не по нескольким соединениям, а все в рамках одного. Соответственно, количество, если меньше количество соединений, то и меньше количество раундтрипов. и все это параллельно никакой последовательности. Тут нужно сказать, что в HTTP 1 была попытка реализовать нечто подобное, называлась она пайплайнинг. Пайплайнинг тоже позволял по одному HTTP соединению, то есть по одному TCP соединению получать несколько файлов. но идея сама по себе хорошая, проблема заключалась в том, что нельзя было получать все файлы сразу, они получались все равно по очереди, то есть соединение одно, вы по-прежнему по нему можете подправить несколько GET-ов на несколько файлов, то есть это вы можете сделать, но получать вы будете их по очереди. Сначала один получите, потом второй, потом третий, и если одна из этих картинок затормозит, не знаю, там на каком-нибудь медленном диске, одни картинки на одном диске, другие на другом, там диск вылетел, там какие-нибудь бэтблоки, все тормозит, и страничка у вас не отображается, то есть по-прежнему один файл может все затормозить. В HTTP2 этой проблемы нет. Вторая важная вещь в HTTP2 это так называемый серверный пуш. Обычно, как мы уже говорили, происходит, что мы получаем HTML, клиент получает HTML, открывает его, смотрит, какие там нужны файлики еще, там CSS и картиночки и начинает их спрашивать. И все это там длится, какие-то раундтрипы, теряем время и не нагружаем наш канал в том числе, потому что там одну картинку, один HTML, мы 10-гигабитный линк не загрузим или гигабитный даже. Есть HTTP push. В этом случае сервер, когда получает запрос на HTML, он сам смотрит, какие ресурсы используются в этом HTML и сразу же все их вам отсылает. Вам не нужно больше никаких ответов слайд, количество раундтрипов уменьшается и с учетом нашего мультиплексинга мы это все получаем параллельно, то есть фактически когда вот этот запрос в Developer Tools, если видели, там такое получение файликов последовательное в хроме на этом слайде. То есть вот здесь видно, что оно все постепенно, постепенно, постепенно. В случаях от HTTP2 оно практически одновременно начинает все качать. Но, к сожалению, не все так гладко, потому что вот этот серверный пуш, такая сложная технология, как вы понимаете, и на сегодняшний день она нестандартизирована. А если она нестандартизирована, тогда обычно разработчики программного обеспечения не горят желанием тратить время на то, чтобы это реализовать. В том числе даже в таком прогрессивном веб-браузере, веб-сервере, как Nginx, поддержки HTTP-пушей нет. И они открытым текстом говорят, что они не будут ее реализовывать, пока не будет стандарта. Потому что ты сейчас делаешь одно, потом появится стандарт, все нужно будет переделать. Смысла в этом никакого нет. Вообще, в принципе, сервера, которые поддерживают HTTP-пуш, существуют, но их очень мало. А из браузеров Chrome естественно поддерживает. Что еще с HTTP? Здесь есть большое количество различных заголовков, но сам по себе протокол оказался очень удобен, когда появилась возможность писать странички не статическими, раньше это были просто картиночки готовых HTML, сейчас это все генерируется прямо на лету, и в какой-то момент разработчики поняли, что это очень удобно, и можно использовать этот HTTP-протокол не только для отображения страничек, но и для построения допустим API, то есть какое-то взаимодействие какого-то клиента, вы там приложение на телефоне допустим написали, и очень удобно использовать какой-нибудь веб-сервер, который будет сразу и странички отдавать, и какие-то другие данные, гонять, но дело в том, что у HTTP есть большой overhead, он построен по принципу, в основном по принципу запрос-ответ, и вот это вот все вам вываливается, вы не всегда можете даже этим управлять, будут эти хидеры, не будут, они вам мешают, потому что они забивают полосу пропускания, и собственно сам пакет, если вам нужно быстро, чтобы данные были доставлены, естественно, если вот эти все хидеры отсюда убрать, то пакет пролетит быстрее, потому что он будет маленький, и в общем думали-думали, придумали такую технологию, WebSocket, что такое WebSocket, WebSocket, это стандарт, который поддерживается непосредственно веб-серверами, и он вам позволяет после того, как вы, то есть, когда вы обращаетесь к веб-серверу, вы говорите, что а давай мы не будем работать по HTTP-протоколу, то есть, вы соединяетесь на HTTP-шный порт к веб-серверу, и говорите, что давай завязывай с этим, никакого HTTP, никаких HTML-ов, заголовков и всего прочего, и сервер говорит, окей, как хочешь, после этого, в этом соединении, после этого она становится уже не HTTP-середимой WebSocket, и в этом соединении вы можете гонять все, что угодно, любой текст, какой вам заблагорассудится, что вы в клиенте реализуете, то у вас и будет работать, можете там никаких, не знаю, ответов, можете не присылать, просто куда-нибудь какие-нибудь данные, текстовые, бинарные, JSON-ы, XML-ы, все, что хотите, все, что реализуете, то и будет работать. Вот и все. Это были HTTP-шные нюансы, теперь поговорим про HTTPS. И тут опять у нас появляется на слайде аббревиатура RTT, потому что для того, чтобы установить HTTPS, TLS, SSL соединения, сервер и клиент должны договориться. Они должны договориться о том, какие будут использоваться шифры, они должны обменяться ключами, и все это требует аж целых два раундтрипа. Если у нас медленное соединение, здесь написано Нью-Йорк, но это может быть и из Москвы в Москву, просто по мобильной связи. И вы легко можете выйти за те рамки, которые вы себе обозначили, никаких 300 миллисекунд у вас не получится. Что можно сделать с этим SSL-хендшейком, и что в нем вообще плохого? Плохое в нем, во-первых, естественно, это долго, а во-вторых, он требует много процессорного времени. Много ли процессорного времени требует SSL-хендшейк? Я, когда искал картинку для следующей темы, наткнулся вот на такой интересный слайд, где сравнивается, сколько запросов может обработать веб-сервер новых запросов, новых соединений в сравнении HTTP и HTTPS. И, как вы видите, разница гигантская просто. гигантская она именно потому, что вот эта разница вся, она уходит на процессор, то есть у вас процессор больше не может выжать, он не успевает устанавливать эти соединения, они действительно требуют много вычислительной мощности, поэтому каждый процент он очень важен. И тут нужно понимать, сразу оговорку сделаю, значит, я все время специально уговорю установка нового соединения SSL Handshake, потому что непосредственно шифрация данных, когда уже установлено соединение, вы отправляете допустим картинку, казалось бы, она должна быть зашифрована, это требует много процессорного времени, ничего подобного, сегодня эта задача решается непосредственно на уровне архитектуры процессора, и поэтому она не требует много процессорного времени, то есть допустим при переводе одноклассников с HTTP на HTTPS новых серверов практически добавлено не было. Почему? Потому что есть во-первых сертификаты на эллиптических кривых, есть обычные сертификаты, есть необычные сертификаты. Красные линии это обычный RSA сертификат, которые наиболее распространены на сегодняшний день в интернете. Зеленые линии или синие это сертификаты на эллиптических кривых. И мы видим, что с этим сертификатом мы можем обработать гораздо больше новых соединений. Почему же собственно все не используют сертификаты на эллиптических кривых? Почему вообще тут есть эта линия? Зачем это нужно? Да потому что эти сертификаты и вообще сама по себе технология появилась несколько позже. Настолько позже, что все то оборудование, которое есть в мире, все те клиенты, операционные системы, телефоны, компьютеры и прочее, не всегда поддерживают эти сертификаты. То есть старые те же самые телефоны, андроиды, по-моему, с какой-то четвертой версии только начали поддерживать. А телефонов, которые работают на андроиде, третьей версии или там более старых, они по-прежнему существуют, их достаточно много, и вы не захотите терять этих клиентов, если вы разрабатываете приложение, вы захотите, чтобы все пользователи могли пользоваться вашим сайтом. Так вот, для того, чтобы это было возможным, нужно, чтобы сервер, серверное приложение, веб-сервер или какой-то другой, умел работать сразу с двумя. Когда клиент приходит и говорит, что он умеет, а он говорит, что он умеет, когда происходит установка ТЛС-соединения, то вы из его ответов можете понять, умеет ли он работать с сертификатами на эллиптических кривых. Nginx, например, поддерживает эту технологию, когда идет определение, какой же сертификат нужно отправить клиенту, один или второй. То есть, вы буквально в конфиге указываете, что RSA-сертификат такой, на эллиптических кривых такой сертификат и можно использовать либо тот, либо тот при работе с клиентом. Это значит, было первое решение, которое позволяет экономить процессор. Теперь поговорим про раундтрипы и опять немножко про процессор. Как я говорил, установка соединения все равно требует много. Вы видели слайд, где HTTP-соединений мы можем гораздо больше обработать. Значит, нужно избавиться от ТЛС-хэндшейка. Можно ли это сделать? Оказывается, что можно. Технология называется ТЛС-тикеты. Вот здесь вот в серединке. Значит, что здесь изображено? У нас есть клиент и он начинает делать фулл-хэндшейк сервером, то есть обмениваться различной информацией для установки SSL-соединения. Сервер в ответ отсылает всю информацию об этом соединении, шифрует ее своим ключом и отправляет клиенту на хранение. Когда клиент приходит второй раз на этот же сервер, он отсылает этот тикет сохраненный, сервер его дешифрует, проверяет, все ли там в порядке, если в порядке, то на этот момент соединение уже установлено. То есть этих всех раундтрипов, которые нужны для SSL-хэндшейка нету и процессор на этот SSL-хэндшейк тоже не расходуется, потому что все уже есть, все записано в этом тикете. Это очень похоже на то, что мы видели с TCP FastOpen, когда сервер какое-то состояние о соединении, информацию о соединении шифрует, отправляет клиенту, там тоже самое было, и клиент сохраняет, и при каждом повторном соединении просто пересылает уже готовые данные об этом соединении. Ни о чем договариваться не надо. Здесь происходит то же самое. Если говорить о раундтрипах, то есть вот это стандартный Full Handshake, куча пакетов, здесь два раундтрипа, один раундтрип, два раундтрип. Это значит у нас повторное соединение как будто бы. Здесь повторное соединение мы имеем один раундтрип, то есть клиент отсылает тот самый тикет, а сервер говорит, что все зашибись, давай работать. Сэкономили целый раундтрип. Ну вот, мы поговорили о множестве различных технологий. Тут я собирался заканчивать, честно говоря. Потом посмотрел, о чем Вадим хотел, чтобы я рассказал на этой лекции и увидел там интересное слово. Вот в самом низу квик. Кто знает, что такое квик? Знает кто-то? Давайте расскажу. Мы уже говорили, что УДП ничего не умеет. Им можно забить все линки, и вообще он тупой. Тем не менее, почему-то его некоторые очень ценят и очень любят. Ценят его и любят за то, что он как раз-таки тупой и быстрый. Там нет никаких подтверждений, нам не нужно делать абсолютно никакие проверки. Все как будто бы хорошо. Осталось только решить все остальные проблемы, которые решены в TCP. Можно ли это сделать? Чаще всего УДП используются для туннелей. VPN-ами наверное все пользовались. Пользовались VPN-ами кто-нибудь? Пользовались VPN-ами. Обычное дело для соединения офисов или там для соединения с приватной сетью какой-нибудь. Кто знает, почему не используются TCP-туннели? Потому что если мы устанавливаем TCP-соединения внутри TCP-туннеля, то на каждый отосланный пакет сначала внешний туннель должен обменяться TCP-пакетами, получить подтверждение, что все хорошо. Потом внутреннее TCP-соединение должно получить подтверждение. То есть эти подтверждения накладываются, дублируют друг друга и абсолютно не нужны. И еще хуже становится ситуация, если у нас пакеты начинают теряться, потому что опять же происходит пересылка, опять происходит подтверждение пакетов в одном соединении, в другом соединении, и все это очень сильно тормозит. То есть, если вы попытаетесь сделать звонок по такому TCP-туннелю, то ничего хорошего у вас не выйдет. Все будет жутко тормозить. И вот, значит, тут на сцену выходит QUIC. Протокол QUIC работает на UDP и содержит в себе такие технологии, как, о которых мы уже говорили. TLS Handshake, TLS Ticket, TCP Fast Open. Это уже не TCP, но работает так же самым. Congestion Control, который препятствует заполнению буферов. Multiplexed Connection, который мы видели в HTTP2. Speculative Retransmission, об этом мы не говорили, но это попытка предотвратить потерю самых важных пакетов, где какие-то контрольные данные идут. Компрессия, и при всем при этом он умеет работать, то есть full-betch на TCP, то есть, если клиенты не поддерживает QUIC, тогда соединения переходят на TCP. Если это визуально изобразить, то QUIC вобрал в себя TLS, кусочек HTTP2, кусочек от TCP, все лучшее от TCP, и при этом работает по UDP. Что мы получили в итоге? Значит, мы знаем, что на TCP Handshake нужно полтора RTT, пока там эти пакеты обменяются, на TLS Handshake надо два RTT, и оно, конечно, может быть решено различными технологиями, но не все поддерживают. Теперь представим себе, что всего этого нет, и при первом подключении у нас RTT-1, а при повторном подключении у нас RTT-0. Именно за счет всех этих тикетов, сохранения информации и прочего, и прочего, и прочего. То есть даже если у нас очень плохой интернет, и roundtrip тайм какие-нибудь там жуткие 500 миллисекунд, то мы, по крайней мере, можем гарантировать, что через 500 миллисекунд мы уже увидим чего-то у нас на экране. Нам не нужно будет ждать еще там несколько секунд, пока произойдет весь обмен информацией. RTT-0 это очень хорошо. Вот теперь точно все. Я рассказал вам все, что знаю. Но на самом деле понятие сети этим не ограничивается. Есть еще множество различных сетей. Есть сети, которые существуют между различными серверами для доступа к дискам напрямую. Это Fiber Channel, Infini Band. Есть, как мы уже говорили, мобильные сети, есть мобильный интернет. И это тоже на чем-то работает, как вы понимаете. Есть Bluetooth, есть NFC, Wi-Fi, Wi-Max. Есть, наконец, интернет, который мы затронули только совсем немного. Сами технологии, на которых функционирует эта сеть. Есть, наконец, машины, в которых внезапно тоже используется Ethernet. Там несколько другие стандарты, и там нету обычных компьютеров, но тем не менее Ethernet-сеть там есть. Есть, в общем, огромное количество всяких технологий, и то, что я вам рассказал, это только какая-то небольшая часть, и даже то, что я рассказал, там, ну, тот же самый TCP, это далеко не все, из чего состоит TCP, но это самые важные вещи, о которых стоит знать, и с которыми вы можете столкнуться в случае каких-то высоких нагрузок. На этом я заканчиваю свой рассказ. Всем спасибо. здесь есть некоторые полезные ссылочки, и если есть какие-нибудь вопросы, давайте перейдем к этой части. Пожалуйста. Как просто так взять и использовать Quick? Как просто так взять и использовать Quick? Для того, чтобы просто так взять и использовать Quick, вам нужен клиент, который поддерживает Quick, и сервер, который поддерживает Quick. На стороне операционной системы никакая поддержка не нужна. Думаю, что не совру, если скажу, что Chrome Quick поддерживает, поскольку, да, я об этом не упомянул, но Quick создал Google. И, как вы понимаете, с учетом всех технологий, которые там использованы, задача была невероятно сложной, и даже у такого гиганта, как Google, это заняло многие годы. Так что нам осталось только наслаждаться этим. Что касается использования, действительно, вам нужно реализовать поддержку в сервере и клиенте этого протокола, поэтому на сегодняшний день он не очень распространен, и тем не менее, согласно Википедии, по Протоколу Quick на сегодняшний день уже ходит 5% мирового трафика. Это много. Конкретно в нашем случае мы пишем на Java, есть ли библиотеки готовы, надо быть подключить и спорить сразу? Я не знаю. Я системный администратор, как я уже говорил, программированием на Java не занимаюсь, есть ли там поддержка, не знаю, может, Вадим знает? Ну, в стороне библиотеки есть. Есть, можно использовать. По-моему, ли Тинджинс поддерживает Криви? Наверняка должен, потому что Http2 он поддерживает, а от него до Квика рукой подать с точки зрения веб-сервера. То есть его можно как прокси использовать через стандартный веб-сервер? Возможно. Не буду говорить точно, нужно проверять. А вот насчет динджинса и двух видов сертификатов. Вы говорите, что можно дать получается антических криот, сертификатов? Да. И предположим, включается клиент говорит, что он умеет работать с этими... Как вы это забыли? Это антические приводы? Она очень длинная, антические кривые, короче. Меджинс, он сам понимает, что нужно отдать антических приводов, или ему нужно как-то писать, что если то, или он знает, что они лучше и отдаст ему что-нибудь? Ну, естественно, вам нужно не только указать, где какие сертификаты лежат, там есть еще дополнительные параметры, в которых нужно объяснить, что вот если такой шифр, тогда такой сертификат, если такой шифр, тогда такой. это делается в конфиге, ну, то есть несколько строчек и все остальное Джинк сделает сам. То есть в целом это умение? Да. А сколько вообще, у вас такие сертификаты если допустим покупать инсидутор, получается? Не скажу. Не знаю. Еще вопросы? Ну, тогда всем спасибо. Успехов. Счастливо.